Непростая ситуация сложилась на некогда успешном городообразующем предприятии Автоприбор. За последние три года на заводе сменилось уже четверо конкурсных управляющих. Однако никому из них не удалось вернуть хотя бы часть денег Государственного банка ВТБ, отмытых Мельниковым четыре года назад. Более того, на предприятии было создано одноименное ООО «Завод Автоприбор». Мало того, что зарегистрирована компания в Брянске, так еще и все заказы на предприятие «Банкрот» начали проходить через это ООО. А значит и оседать финансовые потоки. А вот директором данной фирмы команда Мельникова наверняка по согласованию из СИЗО назначила владимирца Андрея Серегина. Но вот только кредиторы с такими схемами мириться не собирались. И не так давно очередной конкурсный управляющий нанял специалиста из Германии Яна Древец. И вот иностранец, видимо, стал сильно напрягать команду Мельникова, которая сохранила ключевые посты в управлении автоприбором. Он начал увольнять ключевых специалистов, руководителей предприятия ООО «Завод Автоприбор», которые, по его мнению или по полученной им информации, являлись членами команды Алексея Мельникова. И представляли, видимо, для него угрозу. В том числе он пытался даже выселить и меня. Ну, я оказал ему сопротивление. Не физическое, конечно, но волевое сопротивление. И отказался освободить кабинет. Накануне разорения олигарх Мельников раскрутил банк ВТБ на невероятный кредит в размере полутора миллиардов рублей. Деньги растворились в считанные месяцы. И отыскать их концы пока не удалось. Вот и директор вновь созданной структуры ООО «Завод Автоприбор» иронизирует. Быть может, они осели где-то за границей, в офшорах. ВТБ взял разом Мельникову и выдал полтора миллиарда рублей. Или миллиард рублей там. Выдал за раз. А Мельников эти деньги перевел на счета зарубежных фирм. А теперь его правильно преследуют. Похоже, гендиректор фирмы, поставленной Мельниковым, лукавит. А деньги нужно искать где-то во Владимире. Случайно ли, что параллельно с банкротством завода один из сыновей Мельникова скупил сотни гектаров сельхозземли СПК «Вышка», которую он без перевода категории пытался распродать под строительство коттеджей. Под застройку попадала даже знаменитая лыжня прокуророва в парке «Дружба». Остановить планы Мельникова удалось лишь с приходом к власти губернатора Светланы Орловой. Вот и Серегин не скрывает. Его хозяин с сыновьями – одни из крупнейших латифундистов в области. И, кстати говоря, я считаю, что конфликт между Алексеем Мельниковым и Светланой Орловой, он возник на почве того, что ему принадлежали, или членам его семьи, земельные участки вокруг города Владимир. А вот еще одно совпадение. Другой сын Мельникова в период банкротства папиного завода обзавелся крупным автосалоном «Автотракт», который и сегодня успешно работает. Кстати, этот самый сын и помог отцу обанкротить завод. Именно он обратился в арбитражный суд с иском о банкротстве папиного завода за долги в смешные 12,5 миллионов рублей. Опять совпадение. Не слишком ли их много? Я надеюсь, понятно здесь. Если банк ВТБ выдает деньги под залог, это не преступление. А если отец сыну выдает под залог, то это уже преступление. А теперь самое главное. Видимо, расследование немецкого управляющего так напугало ставленника Мельникова, что он решил бросить предприятие и просто сбежать. С прошлой недели гендиректор ООО «Завод Автоприбор» объявил забастовку и сказал, что больше не будет ходить на работу. А ведь все заказы крупных автогигантов проходят через брянскую фирму Мельникова и Серегина. Не хотят ли таким образом два друга остановить заводской конвейер головного предприятия банкрота, на котором трудятся более тысячи человек? С сегодняшнего дня я объявляю личную бессрочную забастовку. Мне же сейчас зарплату никто платить не будет, потому что я на работу ходить не буду. А живу я на зарплату, у меня, так сказать, других источников дохода нет. Ну, может быть, если кто-то мне потом из предпринимателей в какую-то финансовую помощь на еду мне, значит, или пакет с едой привезет, я не откажусь принять. И последний штрих. 13 лет назад Мельников при помощи конкурсного управляющего Серегина один раз уже обанкротили завод «Автоприбор», обнулив долги перед кредиторами. Правда, тогда в области был совсем другой губернатор, у которого с Мельниковым, как известно, дружеские отношения. И все у них прошло гладко. Как будет в этот раз, скоро узнаем.